Привет всем! Это очередное видео от Сирены и сегодня мы с вами поговорим о работе с молотком наковальни для изготовления украшений у меня наковальня очень простая она обычно не похожа очень примитивная такая конструкция она у меня осталась от прибора для установки блочек и кнопок на куртке но это не важно молотки предпочитаю старые поскольку они уже все полностью как бы отполированы и сглажены вот эти вот ребра новые молотки не очень люблю использовать подходит только металлические никакие там силиконовые не с покрытием бархатистым новомодные не подойдут только гладкая металлическая поверхность молотка молоток подбираем небольшой огромный не нужен я всегда работаю на мягком полотенце возьмите старое ненужное полотенце и сверните его в несколько раз работайте на твердой устойчивой поверхности которая не шатается не болтается и так чтобы вы не разрушили какую-то хлипкую табуретку или столик так вот у меня коннектор приблизительно который мне не жалко вот на нем я вам сейчас и продемонстрирую как отбивать проволоку она у меня засечением 0.75 легче всего она отбивается она тонкая мягкая соответственно вот и теперь смотрите какими движениями я отбиваю я равномерно распределяю вес и силу молотка стараясь ребрами молотка не касаться меди для чего для того чтобы не было границы видно чтобы отбито было равномерно и чтобы не было зазубрин и переходов чтобы вся отбитая поверхность была одной ширины видите как по всей поверхности я не стучу постоянно в одном и том же месте пока она не раздавится нам нужно проволоку раздавить чтобы она стала плоской очень аккуратно это делаю детали развожу стороны прежде чем отбить края особенно часто молоток используется чтобы оформить край изделия вот такой вот завиток если вы не пользуетесь газовой горелкой то есть если у вас нет на конце вот бульбашки вот шарика такого расплавленного то тогда лучше воспользоваться молотком это будет аккуратно красиво лаконично аккуратно законченная законченный край проволоки сейчас у меня камера фокус наведет и вы уже сейчас видите насколько лучше смотрится плоский завиток отбитый всю проволоку по всей длине я отбиваю подобная заготовку я сделаю для сережек для следующего мастер-класса как видите вот эта сторона противоположная она более гладкая молоток по ней не проходился но это еще зависит от гладкости вашей наковали если она без зазубрин более-менее то всегда изнаночная часть будет более гладкой имейте это ввиду поэтому я всегда отбиваю изделие по изнаночной стороне то есть лицевую кладу на наковальню как бы лицом вниз а вот это вот сейчас я показываем ошибку которую делают новички я вам просто один раз покажу как это выглядит чтобы вы никогда такого не делали как видите в местах сгиба колец проволоки проволока вошла одна в другую прям впилась и въелась это очень некрасиво она полностью деформирована и как вы видите если мы сейчас раскроем завиток то зазубрина которая оставила верхняя проволока она же лежала одна на другой как-то было в завитке да вот я его сейчас выпрямлю и покажу вам что внутри произошло произошло вот что осталось огромное зазубрина и убрать ее невозможно ничем как бы вы сейчас молотком ее не отбивали и не пилили надфилем никуда она не тянется изделие полностью изуродовано поэтому отбиваются только гладкие плоские поверхности если только один виток находит на другой он уже отбиваться не может все сначала нужно выпрямить либо выпрямлять по частям а потом загибать снова но одна проволока поверх другой не отбивается вот видите вот они зазубрины вот и и ничего вы с ними не сделаете это самая популярная ошибка тех кто отбивает изделия в первый раз вот не делаете такого проволока отбитая становится всегда жестче и сделать завиток из ровной проволоки гораздо сложнее чем круглой проволоки поэтому сначала придаем все формы которые нужны потом слегка разгибаем проволоку перед тем как ее отбить так чтобы ничего друг друга не касалось и только потом отбиваю потом потихонечку сгибаем обратно как было так всегда будет аккуратно вот смотрите тоже частая ошибка отвернулись засмотрелись на телевизор и вот эти деталюшечки так как при использовании молотка мид немножко менять свое направление проволоками виду нашли друг на друга колечки пока вы зазевались ответили супругу или супруги посмотрели на детей на телевизор на собачку в окно и случайно дважды ударили молотком вот та же проблема вот те же зазубрины исправить их невозможно поэтому когда мы отбиваем два вот таких вот локона которые рядом друг с другом не поленитесь разогнуть проволоку чтобы они были максимально далеко друг от друга не нужно их складывать вместе одновременно отбивать две детали молотком каждый злокон каждый завиток это отдельно взятые детали отбивать ее лучше отдельно сейчас я вам попытаюсь показать как вы будете исправлять то что натворили как бы я вот сейчас не отбивала это все обратно все равно останутся зазубрины которым даже не поможет надфиль ну ошибок конечно на первых порах не избежать равномерно отбитая проволока у вас все равно не получится кое-где будут шероховатости надеюсь вы сможете исправить их надфилем но после нескольких попыток после нескольких мучений вы добьетесь равномерно отбитых деталей стренируйтесь лучше сначала вот на таких вот сережечках как равномерно отбить длинную проволоку вот вот такого вот примерно это же детали испорчено использовать ее уже нельзя ну что ж с вами была сирена в следующем уроке мы будем из вот такой отбитой детали делать разделитель коннектор для сережек то есть на гря сами сережки ну а сейчас всем пока вот это вот 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 вот